родился тут вырастут там несколько лет точно подряд баскетбольщик играл ну реально до того как граффити начал рисовать по зиме хоккей сейчас вот недавно блин охренел конечно встал на кольки там что несколько лет назад короче расстроился чур разучился что не понял мне конечно был не сильно там прессу и так далее пацаны давно горели типа на тебе лопату короче и гони с лопатой как-то как маленькие в общем я разорвался конкретно коньки побросал скал все эти не буду кататься в детстве нормально я засылала с дядьками взрослыми играл короче все так сошлось типа и начал рисовать надо где-то краску покупать ну и вообще в целом как-то ну только отдельно начало там от родителей существовать и все как было как начал работать вообще там из дома съехал и попер вообще прям красить по стоянку не знаю там типа насколько это ну там часто для меня это было прям очень часто ну и как бы все свободное время было отдано там исключительно как бы ну каким-то рисулькам либо встречам с людьми нам которые рисуют раньше была куча там всяких таких типов мероприятий где граффити присутствовал то же самое там из кафе всегда там было граффити всегда все за приезжали кто рисует граффити с фотками как бы понял с напечатанными не было ни цифры ничего там все было как бы с альбомами такая хуйня не что-то как-то закончился быстро баскетбол начался план бухать и граффити не знаю как ты тут все вместе шло и почему-то как-то выбор пал на поезда то есть и серии там даже семья была краской был какой-то там над выбор я там могу пойти часть порисовать стенку либо я могу пойти на ночь там порисовать поезд я как бы сюда выбирался на потерять поезд какой-то ну типу азарт наверно да это же квест я насколько вот ну типа говорю что сейчас даже не знаю может что обленился совсем в край сейчас этом квесты не люблю да там но мне там по работе до встречаются всякой херню которую надо выдумывать и не хочу ничего выдумывать и решать я хочу как будто типа прийти и сделать раньше прям какой-то прям поход на ночь это сука прям поход блять едешь на последней электричке блять и там томишься где-то в саном лесу там жжешь костры блять ну ты не сейчас поезда вообще там отошли совсем теперь в приоритете как бы серии не вот у меня стоит там краска да не пойти порисовать поезд там пойти пресса стенку долго ну да как бы вот пойдет либо ну спуститься на какой-то продукт там типа холст не холст ну что-то такое что можно как бы ну как-то продать заработать но как-то холстами один не особо я не менеджер поэтому и как-то ну так сильно не зарабатываю последнее время что-то какая-то честно там ну вот мастерская не мастерская да вот она есть и там типа долго ее ждал потом у меня здесь была еще параллельно другая мастерская в которой можно было шуметь пилить как бы ну вообще чего хочешь делать сегодня как бы да вот мы ходили я показывал она тоже есть пространство где могу делать что хочу внутри какая-то апатия то есть они не подрываюсь там ничего не делаю последние вот полгода и особо как даже из кичи что-то не хочу садиться но типа себя заставляю что буду надо чтобы рука гуляла вот ну сходил там типа вот из выжил из пальца парости и че тут как-то стоит краска вроде немного ну хватит вот еще порисовать немножко прям ну не говорю желанием может за временно конечно какое-то не мнение ну как будешь периодически да там типа работаю и на типа работа на как бы средства вообще не связаны не с граффити как бы не там не с творчеством каким-то ну бывают связаны на я почему-то их не связывается там я делаю какие-то скульптуры они выглядят как ледяные но это как бы по заказу по чужому эскизу в общем мы воспринимаю как работа не как это мне все говорят блядь где а тут такие заказы типовой прикольная какая штука типа блять интересная работа и такой блин ну хрен за чуть интересного блять сборка моделей короче блять большая ну да там ну как бы ну хрен знает у прикольный вот там типа сфера то я говорю блин слушай блин чувак я работаю типа у меня в бригаде молдаванин блять таджик блять и еще там чуваки я буду я сборкой занимаюсь блять и вот и погоде грусти конструкция прикольная брусушен и я вот умотался там типа работы слушай с наркотой в городе у меня всегда был пиздец всегда блять город торчал у меня вообще блять на карте сука красным отмечен мой город для то что ну и все короче торчебаны блять московский кто когда-то блять но здесь были бы те кто постарше все сюда ездили там не знаю за гирдоса это прям ну факт я с кем не общаюсь я ой я там был да мы ездили я знаю вот это вот так вот туда вот в тот дом на сделан я знаю знаю ну такие дядьки мне там полтиннику блять это рассказывают еще давно как-то мы рисовали вместе нас такие две девочки были печка и телега как бы они все поехали ко мне в жилдор и тому у телеги спрашивают родители там все куда поедешь она готов жизнь дорожный не надо горит ездить жизнедорожная гречи не надо надо не надо железнодорожным есть нам нехороший район агрега чё такое то да у тебя дядю там убили может не поедешь типа но но так вот я и тоже до кого не спрошу тут какой-то все время у всех какие-то приключения в этом районе блять здесь вообще такая чернуха тут прям днище из больнички кажется просто не не очень бы хорошо лежать чтобы конкретно неудобно блин до хрена до туалета я на костылях как бы лежал я там чтобы справку получить чтобы мне вернули бабки запережет звонить жена говорит что все типа справка у меня я грудок класс я грану себя погнал тогда она но как-то идешь уже закрытая я уйду она ну ладно давай до завтра спокойной ночи позвонил пацанам грудите короче посмотрите там можно было раньше вписаться через травматологию травматологии круглосуточный там есть дверь открытая и все это знают по городу так вписывал сюда либо вписывайся с кем-нибудь если кому-то надо там не помню что за процедура дно пишут через эту дверь проходишь сука закрыта они кружили кружили вокруг больнички все короче закрыта спасли леса строительные жена приехала утром забирать меня выписывать все на игре того даже выписался какой выписался а играть ночью а как у дочи ушел а не ушел он из окна вылез как из окна вылез со второго этажа они говорят да костыль скинул слез и пошел в итоге да я доковылял до шлагбаума вызвал оттуда такси поехал в ночной магазин и в ближайшие квартиры к пацанам ну вернулся там где-то середине дня она мне звонит такая блять андрея почти нет в больнице я говорю блин я в соседнем доме сижу ну мне же там уже не надо вещи то забери свадьба тоже на этих роспись на костылях тоже веселенько мне кажется нас там не хотели отпускать и там еще там обычно какой-то ну то есть там спич у нее да вот это у женщины которая типа там бы расписывает да у нее какой-то текст определенный так ну как бы она его говорит и все в общем как бы и я после этого текста она нам еще дома от себя такого наговорила что я так понравился им на костылях ну пиздец и поехал блять после росписи в больничку у меня тут раньше хлопали дохуя вот типа вот там вот на стоянке мне въебывали тачки один раз окна приехал каши знакомый блять у неё была четверка типа новая но и поскольку поскольку их тачка ты не известно чья блять вот я смотрю а я не сплю же долго смотрю с балкона движ какой-то смотрю тип короче у подъезда другой на корточку присаживаться я блять андрюха бля мы выбегаем и типы съебываются но один упадика прям стоял дверь держал короче а второй блять тачку начал ковырять прям средь бела дня вот на соседнем подъезде у меня хату обносили приехали чуваки там на копейке вот так вот просто дороги проканули и погнали ты по мешки с окна короче здесь бабки сидят все деды блять из просто смотрят нахуй они погрузились сели уехали а бабки с дедами мы не знаем мы не видели ничего не поняли блять чуваки с первого этажа мешки сгружают блять но это как ты чё не понял блять вообще очень часто цыгане попадались на глаза которые блять прям вот всех обносили а я почему-то меня не обносили нам в электричках вообще до сих пор мне кажется они ездят последних я видел наверное года мне кажется три назад они прям кучи заходят и всегда есть чувак которого они начинают обрабатывать теплый и чтоб ты понимал обычно в они ездят такое время когда в вагонах сидит не целый вагон а ну из серии человек там 20 и сидит 20 вот этих они находят кого-то кого можно причесывать кто вот прям реально ведется и в этот момент не что все как бы остальные пассажиры этого вагона проникаются блять максимальным знаешь максимальным любопытством к ситуации и все как бы сидят не то чтобы блять там по отогнать от чувака который они бы и все понимают что он сейчас бабки отдавать начнет все просто ждут смотрят когда же он и сколько он им отдаст блять вместо того чтобы отогнать цыган блять как бы да все сидят таким большим интересом наблюдают и блять реально при мне вот но неоднократно короче цыганки выносили чувак общем грузили их они сами надавали деньги вот ну типа и цыганки эти выходят и чувак как будто такой типа из-под гипноза бля бля пиздец бабки начинают по карманам шарить а сидел до этого самый умный и начал с ними базарить типа его мол хуйные будут он самый умный блять в итоге там наш там поубрал сначала деньги я просто ну как бы увидел эту всю картину и они его расчехлили на все чего не было он бедный ломанулся за ними они уже съебались чё смерть задумывался нет были но не умер чуть несколько раз причем как бы несколько раз это знаешь так типа мягко сказано если посчитать еще все случаи у меня было одно время фишка короче засыпать с зажженной сигой блять я засыпала у меня бы я просыпался с пораженной подушкой сига тухла просыпался у меня на ковре просто я уснул у меня сразу упала сига и она доцвела по ковру понимаешь да один пепел так лежит и фильтр и она тормознулась я просыпаюсь то вот и один раз я проснулся спал на стульях на таких типа на школьных ну так и так так выпал бучок и я проснулся того что харе горячо блять он начал стул таким наш как бы ну тлеть потихоньку я проснулся горячо не знаю что-то и так не не получилось последний раз вообще жена испугалась в таиланде пробился башку в кораллах там типа 6 швов не положили вышел как терминатор блять весь красный в кровище блять весь пляж в ахуя это голову трогать грудь да ладно слышать сейчас игру пластырь блять приклеим и она стянется я отвечаю уже так делала горит одре пиздец у тебя череп видно блять и грудь еще ща говорю пластырь сейчас поможет решит проблему блять она и бать андрей это скорая поэтому как ты знаешь но это как-то на легкой не получается мрачняк мрачняк такой он умирает знакомых там много базары нет типа мрачняк ну сорян это жизнь